Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Мы находимся на предприятии Monolith Двери и Сейфы. Сегодня я хотел бы поговорить о замке известного мирового бренда, производителя замков Matura, итальянских замков, а точнее о модели замка 3DK. 3DK это замок, модель замка, которая появилась относительно недавно, для замков это можно сказать младенец, буквально на украинском рынке он появился буквально пару лет назад, поэтому замок, как говорится, опыта эксплуатации таких замков мало у кого есть. И я хотел бы в принципе немножко рассказать о принципе работы, вот именно о принципе такого замка, потому что это не цилиндровый замок, ну как классический, не цилиндровый классический замок, не сувальдный замок, это ну как я бы охарактеризовал вот такие замки, это цилиндрово-роторные замки, где имеется цилиндр, можно сказать, назвать его так, это цилиндр, который просто заключен, ну условно наглухо заключен в корпусе замка, и при совпадении секрета на ключе и кодовых элементов вот в этом цилиндре, этот цилиндр выполняет функцию ротора и вращает механизм замка, двигает механизм замка. Такой же схожий принцип действия есть у мультилока Омеги, там три ряда пинов идут, то мотора пошла, ну как бы, скажем так, немного дальше, и она кроме трех рядов пинов еще расположила два слайдера. Работа замка, значит, о таких как бы массогабаритных параметрах замка, ну особо можно, они все есть в интернете, то есть его там размеры, там отверстия, все это как бы, замок этот имеет стандартный для цилиндровых замков вылет ригелей, три сантиметра, условно три сантиметра, плюс-минус, там миллиметр, потом ход тяг 20 миллиметров, классическую для цилиндрового замка, то есть возможность вынимания ключа, это нулевой оборот, это один оборот на 360 градусов, ключ можно вынуть, и второй оборот на 360 градусов, ключ также можно вынуть. Щелчков никаких нет, замок полностью редукторный, бесшумный. Значит, форма замка, форм-фактор, то есть это максимальный формат замка, диаметр ригелей 28 миллиметров, очень распространенное для наших широк, для Украины расположение, межосевое расстояние между ригелями по 28 миллиметров, диаметр 18, как я уже сказал. Защелка расположена внизу, защелка-фиксатор. Значит, защелка-фиксатор при закрытых, при закрытых ригелях, вот это как бы очень важный момент, который нигде не описан, но, допустим, в своих дверях мы этот момент, как бы, очень учитываем при подборе основного замка. Когда ригеля закрыты, то защелка-фиксатор, она перестает работать, то есть это, ну, огромный плюс, то есть она не работает. Если замок открыт, то она работает, то есть дверь можно снять с фиксатора, чего, допустим, ну, у большинства замков такой функции нет. У этого замка такая есть, это, ну, это плюс. Для срока службы замка и двери в целом, это, ну, это однозначно плюс. Значит, исполнение замка довольно-таки качественно, ну, с учетом, конечно, того, что самого главного, наверное, одним из самых главных минусов этого замка, это цены, то, конечно, как бы, это неудивительно. Качество замка неплохое, довольно не сказать, что он шумный, тихий такой замочек. Чиза. Ну, ненамного громче Чизы, скажем так, во двери будет громыхать. Замочек сделан так качественно, работа замка уверенная, ключ тоже, как бы, ну, то есть, очень удобно лежит в руке, массивная головка, то есть, входит, как бы, без каких-либо там вихляний-виляний, то есть, очень плотно, хорошо. Значит, плюсом такого типа замка является то, что, ну, минусом, я сказал, это, как бы, цена там в 300 с лишним евро, в принципе, может, первое, что приходит на мысль, там, даял там за такие деньги, куплю там цилиндр облой, либо его 4КС, поставлю его там уже в любой, какой бы там ни было полотно замка, и вот это, как бы, является, ну, одной из, ну, ключевых ошибок. Не так, как бы, ну, во-первых, ни в какое-либо, то есть, полотно замка должно быть, опять же, хотя бы обладать функцией вот этой отключения защелки, то есть, фиксатора при закрытом, то есть, такие, это уже, как бы, круг замков, он довольно-таки сужается, ну, полотен замков поцилиндровый. У Chiza, да, есть вот эта функция, у Chiza Revolution Pro, когда вы закрываете, хотя бы на один оборот, то вы тоже, ручка не нажимает, то есть, привод замка, то есть, это очень положительно сказывается на сроке службы замка и двери в целом. Поэтому, ну, это и второй момент, то, что вот этот замок, это уже полноценное, как бы, изделие, как сувальдный замок. Вы его вставили, и все, защиту этого замка уже достаточно выполнять самой конструкции двери. То есть, ее толщины, каленые пластины, все будут уже защищать конструкцию замка, и осталось там сделать отверстие, там, 10 миллиметров диаметром, и просто под ключ, и все, то есть, как бы, дверь уже готова, как бы, выполнять, замок готов выполнять функции в защите самой двери. То с цилиндровым замком, такой, как бы, ну, с классическим цилиндровым замком, такой номер не пройдет, нужна еще броненакладка, то есть, нужно к цилиндру, который там, условно, кажется, что там за 300 с чем-то евро я куплю любой цилиндр, и на замок, на сдачу куплю замок. Ну, опять же, не каждый замок, то есть, ну, нормальный замок и цилиндр, это уже будет, скажем так, бюджет вот этого замка. Но к цилиндровому замку классическому еще нужна броненакладка, еще, опять же, остается вопрос, пластина и так дальше. То есть, поэтому, и опять же, мы получаем торчащую, ну, хоть оно там не торчит из отделки, хоть оно не закреплено на отделке, эта броненакладка, но она все равно так или иначе выпирает из полотна двери, из металлоконструкции двери. Пусть не из отделки, даже из металлоконструкции, потому что все равно, скажем так, ну, делать туннель, чтобы засовывать туда руку, в дверь так не получится. Все равно немножко должно торчать. И, допустим, в дверях, которые должны защищать от болгарки, ну, вот именно, если мы не рассматриваем двери там 4-го класса, 3-го там, тем более, если говорить о дверях 5-го, 6-го класса, ну, в основном, 6-го класса, там, где уже разрешена болгарка с большим кругом, то эту броненакладку ее срезать, то есть, ну, как пятак, не надо резать ригеля, не надо вырезать замок, просто срезал пятак броненакладки, все, у тебя отпал пятак броненакладки, у тебя отпала часть переднего цилиндра, которая все, как бы, завязывает, выпотрашивай цилиндр, то есть, открывай замок. Поэтому в таком замке, вот именно в концепциях дверей, уже защиты от болгарки, то такой замок, он имеет место, даже при своей, как бы, такой, на первый взгляд, неоправданной стоимости. На такие замки мы устанавливаем дополнительно броненакладки, тоже нашего производства, монолит, специально для таких типов замков. То есть, броненакладка имеет возможность перекрытия ключевого отверстия, позволяет цилиндровым замком перекрывать ключевое отверстие данного замка. То есть, когда алгоритм закрытия такой, закрывается в начале, вот этот замок, мотора 3D-K, потом закрывает цилиндровый замок, вы перекрываете ключевое отверстие моторы 3D-K. Тем самым, не исключаете возможность его подбора к нему, при стрелке, скажем так, инструментом, исключает возможность выведения из строя этого замка. Поэтому, его, скажем так, повреждения до неработоспособности, то есть, выведения из строя механизма секретности. При этом, у нас остается только ключевое отверстие цилиндрового замка. И опять же, не всегда. То есть, иногда, иногда даже может, вот как в данном случае, сейчас тоже проект такое делается, то адаптируется магнитная броненакладка, магнитная антивандальная накладка, которая монтируется на нашу броненакладку, которая имеет твердость, имеет форму, имеет все параметры относительно любой броненакладки, любого производителя, параметры в несколько раз выше, защитные. поэтому, на эту броненакладку нашу может быть установлен еще и магнитный, десек. То есть, в таком случае, мы получаем полностью замкнутый цикл замков, то есть, никаких ключевых отверстий, ничего не остается. То есть, закрывается вначале цилиндрово-роторный замок Матура 3D-K, потом цилиндровым замком перекрывается ключевое отверстие цилиндрово-роторного, и затем еще магнитной накладкой перекрывается принцип ключевого отверстия цилиндрового замка. В таком случае, как бы, нельзя вывести из строя повредить механизмы секретности. Допустим, в данном случае, вот под этот проект будет идти ЭВМСС и магнитная броненакладочка, магнитная антивандальная накладочка. Поэтому, вот такие могут быть системы, то есть, ну это опять же, это если уже рассматривать двери, то есть, очень высоких классов защиты. Пятый, шестой класс. Поэтому, если там какие-то двери третьего класса, там такое, это все не надо. Так что, если нужны будут двери высоких классов защиты, обращайтесь, с удовольствием мы их изготовим. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова